все на базе короче еще раз всем привет я не знаю у блин а я не знаю в чем проблема сейчас я миссию перезапущу я не знаю в чем проблема мне кажется мне кажется мне кажется что всему виной то что я обновил оба иску сегодня утром я обновил оба иску прилетела обновение обновления и как бы видеть через мне кажется в этом проблема была волк идет по вашим следам а ваши люди вымотались в бесчисленных схватках необходимо найти место лайки ставим рядаться и восстановить идеальное решение укрыться на болотах но единственный путь туда лежит мимо фамильного замка кабана поскольку кабан сейчас как раз в походе вместе со своей армией у вас есть приятная возможность взять его замок и отыграться за успехи волка пробейтесь через основное графство кабана и укройтесь в болотах за них вам придется сражаться яростно а главное быстро чтобы успеть до возвращения кабана разбейте тараном ворота уничтожьте гарнизон и уходите на болото короче это очень сложная миссия насколько я помню насколько я не помню как ее проходить это вообще капец тут у нас время до прихода армии кабана нам нужно как можно быстрее захватить долбаные долбаный замок вот поэтому мы сейчас будем это делать и это это реально сложно если может быть даже придется на легкий по поставить может быть но это не точно вот наша армия кажется что вроде как бы и немало до ри стрима больше нет я напрямую на вк play стримлю и все хорошо надо у нас и качество 2к все еще все просто у нас булочка вообще просто булочка так смотри как тут надо действовать смотри как тут надо действовать а действовать тут надо вообще какие будут указания вы открыт ли долгая дорога и время смарт аккурат ли вере smart короче мы сюда переставляем лучников мы сюда переставляем в принципе вот этих всех ребят если мы сейчас хотя бы кого-нибудь потеряем то это все это фейл ты чё тут сачкуешь мы идем как же она лагает как не в себя на минимальной скорости минимальной скорости нафиг а вообще давайте будем откровенно скорее всего лагает ри стрим я ри стримлю через the good game good game позволяет за халяву стримить и вообще в сколько хочешь мест и возможно это лагает он и так далеко а вот эти пацанчики нам не давай-ка их мы час объединили уже сейчас после того как всех переставим игру сохраним им артаран готов смысли сейчас походу кто-то умрет нет промазал то куда ты тут бежишь конина вонючая тупой олень и шаг блин прям под стрелами бегут придурки придурки блин итак армия маленькая еще и под вы бегут нигде как понизу понизу как как мыши я не знаю ваши указания у нас даже осадных орудий нет у нас даже нету осадных орудий что нам делать и конечно ранили придурков ладно перезапустить миссию всегда успеем давай пока так помянем пацанов сейчас короче начнется суицидальная операция этих ребят должно хватить хотя это чё такое лазутчик черт здесь забыл он не должен был выйти так ну ребята с арбалетами этого положим короче я все таки скинул айпад хорошо что приехал тот кто приехал за ним не какой-нибудь перекуп я прям доволен сохранить всегда приятно что-то продать нормальному человеку который будет пользоваться они вот этим вот всем можете рассчитывать на нас есть ваша светлая лопата мой лук к вашим услугам по-моему как-то так это надо делать копайте ублюдки а они разбрелись надо будет перед перезагружаться ох ты блин какой штука лень падла тварь придурок болен да ваше величество да не надо было лучников посылать подожди загрузить лучников зря ски слил очень зря загрузка это будет фейл смотри мы берем вот этих вот и посылаем выдели всех по-блюдски лагать смотри надо вот так вот их посылать дайка на 20 частями а то не видишь как тут они разбредаются слишком по всему рву нам это не надо нам нужно один кусочек прокопать я помню стратегию прохождения этого места помню что нам делать но это в любом случае сложно это одна из самых сложных миссий если не самое сложное если я что-то неправильно делаю и сейчас мы будем фейлить то придется бы лезть гайд потому что мы тут иначе не пройти серьезно тут вот это та самая миссия где нельзя допускать ошибок никаких у тебя только один шанс у нас очень мало вот этих ребят главное не давать им разбредаться я что-то про таран забыл он же под да он же под наклоном мне кажется я сейчас тупанул надо будет опять перегружаться если они это изменили то вообще жопа если они изменили стратегию в этой миссии я то я же не помню досконально сколько здесь было юнитов где если не пройдем то полезем в гайд потому что тут все это вот миссия одной тактики мы не можем ничего не скрафтить у нас нет денег мы не можем сделать катапульту даже одну допустим если я выгоню отсюда инженеров то у меня никаких других шансов не останется эти пацаны идут все в расход это сто процентов то есть мы о них даже не вспоминаем их задача сделать там дырочку сделать там просто дырочку вот до сюда так проверяем 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 в тот момент когда они начнут получат возможность атаковать стену все нормально милорд таран готов милорд таран готов милорд таран готов давайте пацанчики молодцы хорош копать ворота блин долбите не тут вот тут долбите блин милорд таран готов милорд таран готов можете рассчитывать куда пойдем давайте мясо давайте так если таран сейчас не разнесет это вот эту воротину то нам жопа разнесем ворота если таран не сдюжит вот тогда все тогда надо как-то думать иначе будет без сет ждем ваших приказов нет тактика правильная было что-то я где-то неправильно реализовал они знают что я неправильно реализовал надо было таран сразу подвозить они у нас достаточно долго ковыряли стену ска так скорость мы увеличим давай вот 50 в самый раз надо было таран сходу подвозить расстояние ты этих надо было пацанов расход пустить чтобы лишний раз стрелы попали именно по ним вам понадобилась сила а я забыл у нас же с были саперы я забыл у нас же были саперы я бы дырку и так сделал саперами в еще все сделали ладно что нам делать давай повторяем эту историю глубоко можете рассчитывать на нас как только будет брешь стене куда пойдем мы все вымокнем всегда готовы у меня ботинки промокли ваших как только будет брешь стене нам нужно очень быстро завести людей туда и на смысле вами не прощайте короткую память мысли рассчитывать на нас вы мне не прощаете память мою как вы смеете постарайтесь постарайтесь быстрее таран едь туда просто в мясо пацанов просто в мясо как это меня бесит толпа тупых придурков как это меня бесит в этой игре вообще в целом ну ты чё придурок там копаешь почему каким надо быть мудаком чтоб копать там делая лопашка здесь глубоко вы все выводы а можете рассчитывать куда пойдем суки бараны блин да дырка есть дырка есть похер сохраняем игру дырка есть пацаны свое дело сделали смотри дальше надо как-то подожди назад подальше подальше так вот делаешь там как раз лестнице мы разбиваем возле лестнице ворота пошел я надеюсь его сейчас не застрелит пошел-пошел-пошел-пошел что надо сделать а это мы охотники охотиться охота на . как бы это двусмысленно не звучало а так подожди дырка ты уже есть и помните у меня таранчу сделал дырочка есть сохранение так сейчас главное успеть приказать долгая дорога встать строй лучники готовы как бы их отвлечь то давай тоже туда мы пехота я чую неприятности всего-то пройти чего изволить пошли толпой мужики толпой фейд robo конечно помрут ноги конечно помрут ноги главное завести главное завести план завести Арбалетчики сдюжили Быстрее бегите, пацаны Тут ребята отстреливаются, красавчики Прикол в том, что тут ворота придется ломать Но ничего, пацаны стреляют и нормуль Пускай стреляют, блин, а время-то есть еще? Времени немного Так, но они пока стреляют и в них, главное, не стреляют Хорош, 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 хорош Так, я, пожалуй, сохранюсь еще раз Потому что сейчас будет вылазка Прикол в том, что тут нельзя пройти сквозь стену Он так построил, видишь, ворота Он сюда поставил башню И вот этот кусочек саной стены Со всех сторон И нельзя здесь пройти То есть ворота придется ломать Я могу таких ребят послать ломать ворота? Долго, ну а что делать? Мы успеваем Мы пехота Мы идем Мы идем Лучники готовы Что такое? Чего изволите? Вам понадобилось? Я сохранился нормально Не надо было сюда идти Ну вообще просто на Децл пройдем Просто на Децл, но пройдем Мы идем Мы идем Шевелитесь, собак Стоя, собак Стоя, собак Они даже не поймут Стоя, собак Стоя, собак Спротив Послание от кабана Ты помешал мне Ты заплатишь же это Заплатит Победа Один в поле воин Получен достижение Они вломились в мой дом Я выслежу их И буду гнать Как бешеных собак Они заплатят меня за все Я вздорву их на дыбу Подпалю шкуру И переломаюсь кости Пройдя с боями целое графство Ваши люди измотаны до предела И вы разбиваете лагерь далеко на болотах Многие из захваченных вами земель Уже вновь отбиты противником Но слухи о возвращении короля Внушают вам надежду Это многие отбиты Да, слушай, реально много чего захвачено Вот они как-то слишком дерзко Идут в атаку Да, мне кажется Им нужно было Вот часть крысу Когда победили Да, вместе со змеей Прям осесть плотненько На этих землях И копить силы Ждать возвращения короля Чтоб дух поднять Часть четвертая За короля и королевство Буквально на следующий день После устройства лагеря К вашему войску Присоединяется странник в катышоне Вот мы и встретились Наши братья долго молились Чтобы вам удалось добраться сюда благополучно Мы рады Что вам пригодились представленные нами сведения Но теперь наш черед просить помощи Герцог Детрюф Пытается добраться до тайных документов Хранящихся в нашей библиотеке К счастью Сейчас его войска по ошибке Ищут их не там, где нужно Братья собирают средства Чтобы укрепить старый монастырь Где хранятся рукописи Однако у нас не хватит сил Выдерживать его атаки Хоть сколько-нибудь долго Мы надеемся Что вам пригодится Найденный нами Секрет огненной реки И вы сможете Удержать его там Миссия 16 Отступаем с боем Огненная река Это вот эти вот Кипящее масло со стеной Кипяцаря Детрюф Найдите их и уничтожьте А у меня найдутся дела Поважнее Это будет славная охота Я выслежу их Поймаю А затем позаботюсь Чтобы они умирали долго Вы должны сдерживать кабана Пока монахи не наберут Достаточно камня А затем отступайте Основное ваше преимущество Болото Это и естественные препятствия И источник смолы Монахи открыли вам Секрет огненной реки Так что наполненные нефтью рвы Сослужат вам Хорошую службу Кроме того В этих местах Хорошо плодоносят яблони Яблони это самая Халявная еда в этой игре Так еду Мини Это скорость минимума Смотри яблони Они стоят копье Да Они стоят копье И прям вот быстро плодоносят Дальше Отвратительнейший замок Просто Ужас Фу блин Кто такое придумал Я не знаю Я не буду ничего разрушать Нам нужно повышать Количество камня Вот как мне сейчас быть Надо же отстраиваться Очевидно же Что мне нужно Что-то небольшое Здесь построить Блин Даже щелки Суки не оставили Ну вот я вот Вообще просто С них в шоке То есть мне придется На полном На полностью Вот на серьезных щах Сейчас что-то выдумывать Войск нема Есть попы Попы Бесполезны Вообще Попы Просто Бесполезны Это вообще Забей Считай что их нет Считай что ты их не видел Можете рассчитывать на нас Мой лук К вашим услугам А гонит конечно Все прекрасно Так что А Да Тут же можно сразу На ресурсы смотреть Так Да Еще сейчас церковь ставить Самое время Здесь нет работы Арбалеты Арбалеты Да почему нет работы А реально нету Ёпт Налево Мне нужно сейчас Жилых домов Понастроить А где здесь дерево Давай куда нибудь подальше Жилые дома поставлю Чтоб враг до туда не доходил Куда нибудь вот сюда Вот Это нельзя здесь Ну типа А что им здесь делать Сразу три Это нельзя здесь разместить Милорх Это нельзя Ужас вообще Ужас Это нельзя Давайте ребят Обживайте Дальние наши Эти дали Обживайте дальние дали А дальше мы будем разбираться Так смотри Что нам нужно Нам точно понадобится рынок Тоже его подальше Вот сюда И будем делать Маленький кремль Потому что это все Ааа Даже так Мне не дают поставить Здесь большой барбакан Типа Страдай Собака Как есть Это кто сюда Додумался ставить Бери Вот так Нужен камень То есть Они же придут Они к нам придут И жопу Надерут Камень только в одном месте Точно Максимально Ублюдская карта Максимально Вроде как бы Красивая Но Ублюдская Враг пойдет отсюда Как раз Где рядом Каменоломня То есть Каменоломню И металл Мне будут уничтожать В первую очередь И получается На их защиту Мне нужно будет Отправить Вообще Все средства Ну это же Ну все Это хана Это хана Это песец Это Масло Только вот Если скидывать На рынке Потому что Его тут уже По умолчанию Понастроили Зачем так Поставили Конюшню Вот эту Лошади Углин конюшню Молочную ферму С этим Вообще Подстава Запасы провизии Убывают Потому что Я бы не так Его поставил Мне лучше Дали вообще С нуля И дали бы Ресурсы Но нет Нет С нуля Мне игра Не дала сделать Больная фантазия Разработчика Так расставлять Просто больная Фантазия Разработчика Запасы провизии Убывают Мой лорд Плевать Деньги давай Плевать Деньги давай Будем ставить Яблоневые фермы Пацаны С деревьями Быстрее Давайте Пока Помню Пока Вижу Вот так Вот Сделаю Так Мне кажется Лучше Сейчас Сосредоточить Все силы Вот здесь Какие Будут Указания А я могу Камень Купить Нет Это все Прекрасно Не ну понятно Что это чтобы Усложнить Жизнь Но это все Просто так Тупо Я бы Ни за что Так не сделал По умолчанию Давайте Увеличим Количество Еды Дешманскими Яблонями Запасы Провизии Убывают Мой лорд Где то чуть чуть мяса Сколько у нас У нас В принципе Сильно Прибавилось Ртов Нужно Чтоб Пацаны Быстрее Дерево Рубили Эти по чуть Чуть Нефть Бывают В первой части Кстати Очень тяжело Вот эти В 200 лет Своей кровати В окружении Близких Такой вариант Подходит В принципе Вообще Много всего Есть Нужно Дерево Где боров Еще Выкопать То есть Понимаешь Когда я говорил Что нужно Сосредоточить Силы Это Как бы Факт Но Блин Все так Сложно Нужно Больше Дерева Здесь Нет работы Милорд А я могу Купить Оружие Так Ладно Не хватает Оружие Без Арбалетчиков Вообще Просто Смерть Даже Лучше Их Вот сюда Поставить Куда Пойдем Выступаем Кстати Говорят Что Попы Бесполезны Я Вообще Не шучу Это Бесполезно Будет Васька Кабана Это Песец К нам Пришел Грядет Конец Света А куда ты Бежишь Так Давай Разберемся Они пойдут Уничтожать Моё Если Они пойдут Уничтожать Каменоломню То Как бы Это Радует Мне нужно Очень много Дерева И у меня Очень много Бесполезных Сидит Я понимаю То Что Вот Это Можно Зажечь С помощью Вот Этой Штуки Я Все Понимаю Я Знаю Механику Игра Стрелять Сойти Огненными Стрелами Могут Только Арбалетчики Лучники Не Вот До Сюда Только До Стрельнет Гори Ну не так Как быстро Как хотелось Бы На самом деле Они горят Но Поможет Блин Мало Еды Пикинеры Поопаснее Будут Как раз Перед ними Догорело Я надеюсь Пикинеров Успеют Арбалетчики Положить Так Надо Игру Устарять На минимальной Скорости Это Несерьезно Так Судя по всему Приход Вот Склянок Должен быть Серьезным Я Пожалуй Чтобы Наверняка Вот Сколько Один Блин Представляешь Один и один Очень Игряк По моему Она стала Несправедливей По ресурсам Или она Такой Была Я честно Я не помню Проходил ли Атака Или не так Когда-то Не хватает Оружия Этого Я уже Не скажу Это было Слишком Давно Азу Знаю точно Что без Арбалетчиков В любом Случае Не выведем Вот При любых Раскладах Нужны Арбалетчики И деньги Если у меня Будет Огромная Арбия Арбалетчиков То Вообще Плевать Не Ну Никто Тут Сами Не справится Вообще А ведь Нам Цель Цель Миссии Это Именно Камень Повысить Сэр Бегом Шагом Марш Вперед Давай Бегом Встать Встрой Шагом Марш Внимание Сюда Их Всех Поставим Да Они С одного Конца Идут Уже Идем Главное Лестницу Вовремя Убрать Пускай Они Лучше Их Тут Встречают Тут Вроде Как Они Медленно Враги Идут Плюс Есть Варик Поджечь Запасы Камня Слишком Малые С камнем Вообще Беда Нет Здесь Смело Нужно Еще По одной Ставить Для Каменолом Достаточно Неплохо Видишь Тут Переизбыток Камня Значит Они Не успевают Таскать И вроде Как бы Эти Козлы Не напали На На них Поэтому Нормально Что там По еде Нихрена Они Не пополняют Я же Вижу Мы Тут Можем Уже В принципе Все Строить Но Блин Вот Этот Дом Напиши Козе Баян Ну Сорян Что Разрушил Дом Да Ну А Что Делать Он Небесил Разместить Мил Искренне Бесил Небольшой Отряд Кабана Приближается К замку Я даже Не знаю Строить Не строить До конца Здесь В принципе Если ничего Не строить То они Будут Стараться Максимально Быстро Именно Пробиться К лидеру Не хватает Оружия А Башню могу Получше Поставить Чем выше Башня Тем лучше Нужен Камень Ну Поставить То могу Был бы Камень Оружие На Плечо Давай Пока Сюда Дух Нас атакуют Возьми Знаешь Со словами Небольшой Отряд Это вообще Сколько Не хватает Оружия У меня Очень много Лишних людей Там есть Стрелки В принципе Вот Нет стрелков Это радует Стрелки Капец, они толстые, да? А ведь это даже не мечники Так, нужно избавляться От этих ротов Бесполезных Так, это, конечно, все очень хорошо Но без баш Камень даже не купишь Четырехмесячный запас пищи Это вообще ужасно Так, ладно, давай Нужен нормальный запас еды И ртов много голодных Это тоже не есть хорошо Давай, это классический Вот сюда размещаем Это нельзя здесь разместить, милорд Два Три Четыре Я не буду отстраивать никак ничего Даже если на нас пойдет армия Я думаю, я сумею ее остановить Ведь мы гарнизон будем потихонечку увеличивать Что по камню Не, надо сюда большую башню ставить Я знаю, что цель этой миссии камень накопить, но А что делать В конце концов, не покупая оружие Далеко мы тоже не уйдем На самом деле, все же на арбалетчиках держится Вообще, вся сила держится на арбалетчиках Это все вообще бесполезно, Вася Лучники Это Вот это вообще ни о чем Это зачем тут понастроили? Для чего? Для кого это? Так, ладно Если мы живем за счет вот этого То давай Еще куда-нибудь можно спиндюрить? Куда-нибудь, где побезопаснее, где поближе Нужно дерево Теперь дерева нет Ладно, ничего, ничего, ничего Мы подождем Внимание! Сэр, вперед! Оружие на плечо Не, а лучников я оставлю там Мы идем Поджигать же они будут Так, в принципе, еще баллистичку сюда поставить Ага Еле влезло Пацаны вообще все место заняли Один, два Да, ваша милая Идем к цели А еще лучше, если бы можно было туда поставить Катапульту Она бы камушками в легких Хотя нет, нет, нет Тут лучше баллиста Встать в строй Мне кажется Я уже выиграл миссию По ощущениям Сейчас еще вот сюда заполню полностью А надо сделать так, чтобы они вообще не могли пройти Они все будут идти наверняка через эту дырку Если они пойдут через эту дырку, то все То как бы мы проиграли Вроде по идее нормально Налоги идут Налоги идут Сколько у нас людей? Девять Девять людей Это много Внимание Ну камни тут уже вроде все, да? Ты смотри, а все равно не хватает Давай еще вот так Плюс они же очень мало камня несут Сколько вот один волл несет? Шесть? Восемь камня По-моему в Крузейдере Следующий стало Пообъемнее Они стали пообъемнее ресурсы нести Не вижу смысла в пехоте вообще Только в арбалетчиках вижу смысл Здесь нет работы, мелод В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях Отряд не армия Главное, чтобы надо понять Пойдут ли они что-то рушить или нет И еще пока что все хорошо Потому что у них нету стрелков Врага нет стрелков, что они бесполезны Нас атакуют войска кабана До сих пор нет стрелков Смотри, придержал зачем-то, зачем Мне кажется, в его случае нужно сразу всех кидать Понятное дело, что если бы мы играли вот с человеком Он бы как-нибудь вот тут бы их заставил обойти Он бы мог, кстати, уже выиграть вот этим войском Ведь вы через эти болота, вон, нормально люди ходят Медленно, но ходят Здесь нужны опытные инженеры Крыгай Дислокация ясна А в чем проблема-то? Третий нужен? Их же двое Всегда два надо было Мы готовы Не понял прикола Всю дорогу нужно было всего Два инженера на баллисту На башенную баллисту Вот такую Ты смотри, поднялся, а? А что с ней? А что с ней не так-то? Прыгай Дислокация ясна Сэр Чем мы можем помочь? Уже выходим Да, Ваша милость Я не понимаю Оружие на плечо Я не понимаю, как это работает, почему? Не, ну, много людей на моем Я же не могу их убрать Хотя, в принципе, могу Бегом Встать в строй Идем к цели Внимание Побираем обслугу Во Прыгай Отлагали Дислокация ясна Сэр Кусочками Заводим обратно Готов, сэр Все, кусочками завели Камень копится Камень копится Не, эту миссию мы пройдем Эту миссию мы, безусловно, пройдем Враг туп Враг не может с нами совладать Бегом Нормально все У нас, в принципе, уже более-менее наладилась еда Да, он прибывает У нас наладились денежки Я, пожалуй, даже сейчас продавать не буду Я вот так вот сделаю Это, знаешь, это как на крайний случай Устроим он тут хелл-файр Это нельзя здесь разместить, милорд Так запалим То, что вообще капец Ждем ваших пикантов Отойдите Я знаю, что мы будем дольше так камень копить Но Высокие башни важнее Да? Мы уже в пути Высокая башня просто очень важна Они дальше с нее стреляют А я могу сюда еще поставить? Сэр Мне кажется, что-то не так с лестницей, да, стало? Ага Первый раз такой ерундой столкнулся, что, типа, много людей на башне И они не могут друг с другом сконнектиться из-за этого Чтобы сесть в баллисту Такого раньше точно не было Не хватает оружия, если я встать в строй Шагом Большой Вот сколько здесь уже? Сторог В старых версиях такое бывало? Я, короче, играл Амбар полон, милорд Серьезно? Мы постепенно расходуем деньги, сэр Ну, в Крузейдере я не помню, что такая проблема была Вот этот Крузейдер, не знаю, не знаю Я играл в Крузейдер, Крузейдер Экстрим Причем очень много я играл в Крузейдер Не помню, чтобы у меня так они застревали Не хватает оружия, сэр Наоборот, я их столько напекал туда, что капец Блин, ты смотри, они не садятся Бегом Встать в строй Побираем обшлугу Внимание Ну, ладно, было и было Я не сталкивался реально никогда А вот у меня, как видно, ну, видно, да, стратегия какая Напихать ма... Ты-то что здесь забыл, дурачок? Напихать как можно больше юнитов на башню Но нам в любом случае, нам их тупо тут встречать и ждать Мы можем, кстати, скорость поставить, я думаю, уже на 90, спокойно Запасы провизии пополняются, сэр С едой мы вывозим, мы совсем вывозим У нас даже деньги появляются Пока что продолжим усиливаться Ну, опять-таки, мы не застрахованы от серьезной армии Цель миссии камень копить 200 камня нужно Накопим 200 камня и выиграли Не хватает оружия, сэр Нужна помощь... Поэтому и ждем Бегом! Внимание! Строй! Ты смотри, все равно не успевают Давай побольше поставим их Проблема что ли? В принципе, даже с деньгами проблем особых нет В козлу поступает золото, сэр В деревнях говорят, что видели ответ, что по поводу В конце концов, продаем вот эту еще историю В любом случае, деньги копятся Это им уже не пробить никак Я на всякий... Я на всякий случай На всякий случай Поставь... Слушай, а неплохая деревня получилась на пушке леса Знаешь, лес может быть Одновременно быть и опасным И кормит еще лес Тем более у нее стрелков нет Но их становится все больше и больше пехотинцев Все больше и больше пехотинцев Но у нас, с другой стороны, все больше и больше пацанов становится А знаешь, почему они побежали? А потому что Вот эти мирные были рядом с ними Ну не, эти не пройдут Да Это уже даже не интересно А я не могу Камень не продается Так что деньги не проблема, да Не то что предыдущая миссия Это не потная Мы на вашей стороне Это немножко по-дебильному спроектировано Но не потная Давай вот покрепимся чуть-чуть Ну в принципе 86 камня уже Вот тут смотри Вот меньше всего отсюда получается у нас увозить Если на холм поставить, они на холме медленнее ходят И ведь не дохнет из них никто У нас должны быть пустые палеты Вот когда пустые палеты Вот тогда будет все хорошо А так А так значит кто-то не дорабатывает И вот эти пацаны явно работают больше, чем вот эти Халтурят заразы В принципе только ждать Унылая миссия Очень унылая Давайте пока склад расширим от нечего делать Ну опять таки играем на нормале Нормал тут непростой Я думаю это уже все заметили То что здесь норма Вот как сейчас Хартл В современных играх Сто процентов Вы же не слышите уведомления, да? Все топ-стримеры вк-плей стримят мир танков Это потому что, ну, ребятам Ну как это вообще Как стал подниматься вк-плей Он стал скупать топовых стримеров То ли иной направленности, да? Тут же стримит купленов Но он каждый стрим Это проплаченный стрим от вк-плей Да, он, ну, каждый Он тем самым приводит части аудитории на площадку И самое главное, чтобы эта аудитория тут задерживалась Да, это для площадки важно И для всех остальных Кто, собственно, сюда приходит И он единственный, кто Стримит Ну, один из немногих Кто здесь стримит хотя бы что-то Такое разнонаправленное А все остальные, ну, как бы, да Купили, ну, да Ребят, которые играют во что-то в онлайновое Ну, это популярно Я не знаю, я думал все поиграть в мир танков Думал Хотя бы попробовать в него поиграть Но пока что что-то душа не ложится А пока душа не ложится, я не хочу играть То есть у него так задрачивать надо Вообще просто обидно Есть же World of Tanks, да, есть мир танков И если я начну играть, допустим, на PlayStation У меня будут ежедневные бонусы Но там получится играть только World of Tanks На европейских, соответственно, серверах Я хочу получать эти ежемесячные плюшки У меня же подписка PS Plus есть Это же игра Ну, я же не собираюсь донатить туда, по крайней мере Свои деньги Соответственно Какой-то бонус приятный Из, там, голды и тому подобное Может быть там и появился мир танков Но не в турецком PS Tor А российский PS Tor закрыт Поэтому я не знаю, как это проверить А вот World of Tanks там есть И World of Tanks там можно поиграть Мы даже без Мы победили сэр Без потерь вообще прошли Просто без потерь Выполнив задачу Вы под прикрытием темноты Отступаете в густой туман За спиной вы слышите злобные крики людей кабана Которые обыскивают оставленный вами монастырь Плюшки, ну, типа, голда Ну, валюта какая-нибудь донатная Какие-то скины периодически Какие-то танки даже могут какую-то дать Или улучшения для танков Ну, там, короче, целый ряд Каждый месяц Или раз там в квартал Они что-то, ну, дают То есть там играть с подпиской Тупо выгодно Они не только для World of Tanks Такое дают Там наряд онлайн-игр И для папка что-то давали И для Fortnite вроде Мы должны защитить библиотеку во что бы то ни стало Если в грязные лапы де Трюфа попадут наши тайные рукописи Страна обречена Мы можем открыть вам еще один последний секрет Кипящего масла Может быть это поможет вам защитить наш монастырь Используйте имеющиеся следы Так, дожди Он же сохранил Да, копченая свинина Это хорошо Но я хотел посмотреть вот что-то из этого Что это за компания «Жемчужина» Агент Короны Основной сюжет потом посмотрим еще В рассказах о Великой войне Часто забывают о героической роли Которую сыграл молодой капитан Королевской гвардии В самый тяжелый момент войны Талантливому капитану приказали отправиться в глубокий тыл наших врагов У него было два задания Во-первых, отвлечь врагов минуту Когда наше положение выглядело мрачнее некуда Во-вторых, вернуть знаменитую «Жемчужину Севера» Племянницу сэра Лонгарма Недавно ее похитили наступающие отряды крысы И хотя все надеются, что она еще жива Где она сейчас неизвестна Я же как старый опытный сержант Вызвался отправиться на вылазку с капитаном И здесь расскажу о том, что с нами приключилось Боевые порядки, задание первое Слушай, ну озвучка понятна, почему новая Мы были в тяжелой осаде И положение было отчаянным Но к нам шла помощь И мы были уверены, что сможем разбить бандитские толпы крысы Если только сумеем еще немного задержать их здесь В долине Но сначала нужно было захватить старый форт в верховье долины Мы с капитаном получили наш первый приказ Пробиться к форту сквозь боевые порядки врага Короче, неудивительно, почему новая русская озвучка Как бы за 20 лет Наверное, было тяжело тех же актеров озвучки найти Тем более там, я так понимаю, вообще оригинал Какой-то дедушка, судя по голосу, озвучивал Поэтому еще неудивительнее Короче, мне нужно отстро... Я за кого играю? Да! За этих ребят У нас есть... А вы что-то задумали? Что я должен сделать? Я должен воевать? Лучники готовы! Дойти до каменной башни с лагом Чего? Твою мать Лучший бонус мира танков Это ламповые песни Теплые пожелания от легендарного танкиста Которому 54-му году Просто это сука, спасибо за 150 рублей Это ты на кого навекаешь? Это что за легендарный танкист? А как это сделать? Мы идем Шевелитесь, собаки! Мы о них позаботимся Как это сделать? Это же вообще... Ой, ладно, я понял Это, короче, чисто по хардкору будут миссии Погнали в оригинальный сюжет Я просто немножко по-другому Думал, это будет выглядеть Как какая-то классическое задание А это прям... Да, это дойти до... Все-таки я хочу сначала сюжет основной закончить Потом посмотрим, как это вообще проходится Ну, мне кажется, это вообще хардкор прям Хардкор лютый Что я не знаю? Они пролагали Если в грязные лапы Пайлин, заткнись, пожалуйста Страна обречена Мы можем открыть вам еще один Последний секрет Кипящего масла Да, игра лагает Мне писал комментарий чувак К этому первому стриму Он сказал то, что Он занимается разработкой карт Ему разработчики ключ подарили Ну, именно бонусных карт, да, каких-то? И, видимо, как-то контактирует с разрабами Капец, он игру обгадил Я не понимаю его хейт Он говорит, она не стоит этих денег Да как раз-таки тех-то денег она стоит Которые за нее хотят Ну, типа, 500 рублей сейчас за игру Переделанную в ремастер Ну, это не так много Плюс они еще что-то новое Запилили новую компанию Так что это того стоит Вот Просто объясню, почему я не хочу На PlayStation начинать играть Помимо управления на геймпаде, да Еще и подписка же рано или поздно закончится И я не уверен, что я буду ее продлевать С учетом новых цен Серьезно, не уверен Но, скорее всего, буду продлевать Но То есть Чирик в год отдавать за подписку Это Не то, чтобы это Unreal Там Просто не хочется Значит, у всего есть разумные пределы И оружие Хотя Будем Правильно На иксбоксе Настолько же стоило бы Тут еще просто непонятно Что с курсом валют будет Поэтому Икинеры Вперед 10 сейчас 10-11 Сейчас могут превратиться В 15 Завтра Хотя пока В Турции Такая Сейчас Минутка экономики Монетарная политика То ничего не изменится Так Мне нужно что сделать? Мне нужно продержаться Да? Время до последней битвы Денеги Деньги Деньги Рынок есть? Так Рынок сюда Чтобы не мешался Здесь разместить, милорд А он вообще поставил Лесопилки Где-нибудь Лесопилки Нигде не поставил Гений Просто гений Это нельзя Здесь разместить, милорд Подожди Это ко мне, что ли Отсылка была Проблита Потому что я говорю В 76-ти года Милорд Или не ко мне Если не ко мне То надо пояснять Я не понимаю Поясни Поясни за танкисты Как говорится Почему мне не дают ставить Хороший барбакан большой Вот это вот зачем? Типа второй рубеж Блин, лестницу чуть-чуть удалил Придется полностью удалять Что это? Что это? Ты же... Ладно, пусть стоит Замок мне не нравится А еще в чем прикол Если у местных Как бы Врагов Все эти Секреты церкви Нереальные Были уже давным-давно Здесь нет работы Милорд В чем прикол? Здесь нет работы Милорд Давай-давай Пока Спокойной ночи Мне иногда помогает Засыпать Буллинг танкистов Отгладывала касса А не думал Над онлайновыми хоррорами Но конкретных Предложений нет А Гад Да-да-да Спасибо за Все, я понял Слушай Ну Ну блин Но онлайн хорроры Ну Мне почему-то только Dead by Daylight Приходит в голову А есть что-то еще? Ну это и тот Такой-такой хоррор Я играл в него В принципе Он мне нравится Да надо короче Что-то порубать Нормально Уже будет Ну вот Прям Люди любят вас Зарубиться Короче Но во что? Большой-большой вопрос И блин Вот как назло Вышла вот эта игра То есть Она меня прям поглотила Потом GTA Еще с озвучкой Хочется пройти Да мы с вами Как-то так Знаешь Лампово сидим Уже какой-то такой Знаешь Небольшой аудиторицей Очень редко И мало нас Когда становится Больше Это конечно Печалит меня Но с другой стороны Как бы Да нет Ну конечно Печалит Че я сейчас Не буду врать Я вас люблю Но хочу больше Хочу большего Тут стену Блин Влепили Вообще В 100 слоев Брак отсюда пойдет Где знак Где знак Видим Ну вот Видишь Стрим Помогает Вязать Свитер Того Глядишь В долю Будем Проститься Да Так Дай его же Нет Давай сюда Чтобы Нужно Дерево А ну Хотя Ты же не сказал Что ты их Продаешь Мне кажется Они отсюда Откуда-то Должны пойти Но знака Я не вижу Медведей Вижу Вон Медведь Морду В болото Засунул Уйдет С тем же успехом Знаешь Я какой-нибудь Балдерсгейт Поиграл Это очень Долго В идеале Конечно Если мы говорим Про все это сюжетное Стримите Что-то коротенькое Спасибо за донат Ну да Блин Наверное Тогда бы Миллионером Стал Хотя Мне что-то кажется Что анимешники Не стали бы донатить Надо что-то построить Черт Горячо Но перспектива Стать миллионером Смотря аниме Отвратительно Ты чего На самом деле Я тут недавно Пытался посмотреть Тетрадь смерти И че-то Ну знаешь Я бы Я не сказал Что напряжный Но рисовка Там действительно Вот этого Напряжная Ну я бы Короче Первый эпизод Посмотрел И все Мне не совсем Всегда заходит Подача аниме Встать Встрой Внимание То есть я конечно Не стал бы Заядлым Но Я нормально Отношусь К любым В принципе Субкультурам Которые Не мешают Жить Анимешники Не мешают Жить Вот Анимешники Не мешают Жить Никому Может быть Только Самим Себе Куда бы Намлип Вот Давай сюда Вот Идеальные места Для домов А прикинь Это отсюда Враги И пойдут Это нельзя Здесь Разместить Это будет Капец Так По деньгам Что Можно Я куплю Вот так И денег У меня Не останется Надо Что-то Продать Метал Я Не вижу Никакого Прикола Делать Никого Вообще Из пехоты Людям Нужна церковь У людей Есть церковь Люди Восхищаются Вами Сэр Мы работаем На опережение Людям Нужна церковь Люди Получают Церковь Ой Надо Короче Это сделать Пока Непонятно Откуда Будет Город Ходит Герцог Кабан Короче Давайте так Со следующей недели Будем пробовать Будем пробовать Что-то еще Я так понимаю Вообще Стронхолд Вы сильно Сильно На любителя Мы с вами Основную сюжетку Пройдем А дальше Я буду думать В плане Доп-миссии Смотреть Ну я потому что Что же вижу Так вам вообще Заходит Вам нравится Стронхолд Просто пиши Нравится Стронхолд Ну вроде Так значит Такая музыка Приятная Размеренная Мне кажется Вечерочком Прям смотреть Самый раз С другой стороны Я понимаю Что это может быть Не очень интересно Есть конечно Ряд других стратегий Которые можно Назвать более Интересными Где можно Прям спорить За прохождение Не хватает Рыжей Прыгай Бегом Просто у Стронхолда Есть своя Атмосфера Да То есть Она такая Вот Какая-то Вот я Другой Такой Стратежки Не встречал Что Так вот Сидишь Вроде Как бы Она может быть Очень напряженной И сложной А с другой Стороны Как-то Те расслабляет Потому что Ему Такая Спокойная И Вот эти Вот все Какие-то Не знаю Юнии Тут она Какая-то Добрая В общем Несмотря Несмотря На то Что Говорит Про Что-то Ну Короче Ничего Злого Нет Хотя Средневековье Злой Само По себе Было Вот Откуда Они Идут Не хватает Деревами Лорд Вот Это Улыбающий Степ Говорит Где Они Где Войс Как Она Я Не пойму Умер Болин Так Хорошо Хотя бы Вот здесь У нас Полный Цикл Производства Еды Но Их Че-то Многовато Еще И С Инженерами А Главное То Что Я Нифига Не Добываю Почему Не Хватает Дерева Милорд Почему Имно Касаемо Дерева Не Хватает Золота Я Думаю Нам Могут Даже Сейчас Нашлепать Вообще На Изи Могут Нашлепать Игры С Хорошим Сюжетом А Что Вот Сейчас Объективно Нового Вышло С Хорошим Сюжетом Вот По-моему Вообще Ни Хрена Вот Ни Одной Новинки Где Сюжет Б Захватывал Я Поглядываю Этот Человек Паук 2 Прохождение Да У Купленова Но Ну Блин Такое Говно Вот Вообще Не Нравится И Видно Что Даже Ему Не Нравится Поэтому Он Его Особо И Не Снимает То есть Ну Прям Вообще Херь Какая То Так Эти Пацаны Не Прошли Хорошо О Сидят Читают Отдыхают Правильно Ребят Кто Не Буду Пока Выливать Горящее Масло Так Он что Автоматом Вылил Масло так вот это мы убираем русы против и нато мне но это слишком хорошая игра кто разрушил дома ах ты сука ах ты сука ты смотри что они сделали я смотрю популярность падает строй смотри смотри что будет делать с опять порушит ребята быстрее походу в стене час брешь делают не надо закрывать никакие барбаканы остаться кстати я камень камень и вообще не добываю ну и лон из-за дар когда выйдет вот вроде его алан вейк да был с хорошим сюжетом но кислоты много ну и хоррор другой страны неплохой я блины рынок порушили не но это что-то какие-то вообще гандоны походят и не кажется это что-то совсем-совсем гандоны они порушили мне все и как быть писец это называется писец я не могу под блин церковь разрушить мне срочно нужно дерево я не могу продать понимаешь даже в бочонке ой 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 мне кажется это фэйл пованивает фэйлом провизии осталось мало повелитель это еще хуже я еще не блин но вся надежда на тебя брат доброе утро давай как можно быстрее руби деревья сейчас до следующей атаки будет рубить деревья просто очевидно же что если вы начнем стриме что-то онлайн то придется забыть про оффлайн игры потому что онлайн требует очень много времени до либо это должна быть какая-то типа выживалки там может быть коопный не коопный хотя опять-таки выживалка тоже очень много времени требует встать давай застрял ну ладно пускай там будет в деревнях говорят что видели отряд кабана в этих краях быстро рынка нельзя лишаться отряд кабана не видели и чё нам теперь делать провизию почти не натуре что ли блин пацаны не успевают так узкая замедляй ой ладно нормально я там довел просто место не было вот так вот нужно дерево ах ты да ты утащили дерево слушайте мне кстати сегодня первый день когда хорошо вот я когда пятницу начал жаловаться что у меня башка болит так у меня вот до среды к вообще просто максимально каменная голова была по утрам я как будто пять дней с перепоя был я не знаю что это было есть как назло сели батарейки в аппарате для давления вот и не мог поверить и за батарейками тоже не охота было идти а когда причем я был в магазине и забыл о них но когда вспоминал было не охота идти короче просто подыхал четыре дня потом вроде подпустил и стало нормально вот сегодня например сегодня вообще как огурчик я надеюсь это не затишье перед ухудшением не надо смотреть что первый раз такое вижу чтобы они пошли куда-то вдали уничтожать дома главное чтобы барбакан еще не закрывался не жрачки до провизии осталось мало люди любят в а что с религией не так смысле религия понижает нет и что религия делаешь ты должна или это до религия ты должна помогать мне денег нет не хватает оружие сэр готов церр встать в строй провизии так но они должны не видеть давай вот сюда по моему таран больше используется как знаешь и вот отвлечение хотя в первую очередь сюда стреляют так нужны деньги в принципе иди денежку нам хотя бы какую-то приносит вот эти ребята очень медленно но камень добывается и вроде сюда этих черти не бегут ты смотри вот этот галимый отряд идет куда он идет в этот галимый отряд идет не адрючьте он идет вот куда так но это мне никак не поможет возвращается с грузом дерево значит какой-то кусочек дерева пришел открой 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 ворота чтобы открыты были блин такая бестолковая стена толстая а этот отряд будет сюда сзади где-то заходить где он уроды блин они короче будут сюда гадить смотри что творит реально один отряд посылает чисто подсеривать ну все так 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 что нам есть что чинить жалко тут нет смены дня и ночи а вот это что не стреляет он вроде очень на краешке стоит что а 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 и поставится часть людей открой ворота так 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 у нас нет дерева опять нет дерева все порушили суки это нельзя здесь разместить милорд это нельзя здесь разместить милорд я могу купить чуть-чуть дерево спасибо это нельзя здесь разместить милорд это нельзя здесь да да не писи меня я начинаю теребонькать мышку сразу не хватает золота это нельзя здесь разместить милорд это нельзя можно больше дерева милорд тоже удивительно да как обычный юнит может стену каменную проломить тыкая в нее пикой магия средневековая это вам не то что сейчас пики делают из говна и как долго до последней битвы им ребят пожалуйста быстрее я даже не могу денег заработать ни с чего кроме как с продажи вот вот этого горючей жидкости вообще никак больше денег не заработать инспеками не продавай вот так мало не очень нужны бабки очень не нужно оружие покупать мы если я не буду покупать оружие мы вообще не выведем так на что мне хватает как можно больше дерева должны нанести как можно больше не вдаль ну да это нефть я правда не уверен то что ее прям так добывали в свое время ну да ладно это мелочь сейчас бы на игровые условности так акцентироваться так нужно больше камня камень тоже ресурс ценный это нельзя здесь разместить мило и у нас просто очень много юнитов незадействованных мне это не нравится они изну праву бесполезные рты сидят да конечно вообще по крохам просто продает по дэшкам дерево не буду продавать из дерева хотя бы какие-никакие но арбалет там делаются да это прекрасно я купил 5 но мне не на что купить а хотя бы и принесли не на что было нанимать одного вроде пехоты даже до какое-то количество есть то есть если они пробьются еще какой-то шанс будет отбиться что пикина мармалечек есть да конечно лесочек они быстро выпиливают быстро кстати посмотрел я вчера фильм с этот жонни деппом око тьмы или как там 2004 года который не вот и советовала были очень неплохое кино неплохое предсказуемое я сразу еще сказал где-то середине фильма что кто вот этот главгад то он что он честно я раскусываю такие фильмы на раз-два ну и плюс видно то что и фильм все-таки начала нулевых он снят прямо как фильм начала нулевых а так кино неплохое единственный минус я не знаю может быть эта проблема была той озвучки но я смотрел просто на кинопоиске он там доступен подписки там дубляж был причем приятно было что джонни д озвучил тот же это руслан советовал не ты нет подожди а да руслан ты другой фильм советовала которая забыл в общем который руслан посоветовал око тьмы или как-то так же не деппом 2004 года легко про прогуглить я меня на название беда я не не запоминаю поэтому без обид на имена и название стальные двери давайте с отложим потому что новые фильмы прям совсем 4 начали смотреть стражи галактики говорю очень плохо на и название очень плохо стражи галактики 3 вообще не понравился это не америка дело это германия вот европейские фильмы могут быть прям вообще хорошими я отложу сейчас скажу платформу все смотрели платформа она вроде называется платформа да короче платформа 2019 года испанский фильм посмотрите вообще говоря посмотрите фильм платформа если вы его не видели это какая-то помесь дичи полнейший и чего-то глубокого и отсылка гиданта алигери даст его божественной комедии там вообще капец каком-то современном исполнении и это даже хоррором не назовешь но это что это что-то с чем-то в общем вот рекомендую я вообще до этого фильма скептически скептически относился к европейскому кино ну потому что оно какое-то такое своеобразное но они могут тебе показывать то что голливуд не может сделать то есть если надо показать грязь какую-нибудь да в кадре вот прям грязь здесь я не знаю где детей убивают они это сделают просто потому что надо это показать в данный момент потому что это ну как бы ну позволит тебе что-то прочувствовать при просмотре это важный момент не то что вам не нравилось на это смотреть да но если это помогает вернуться фильм то почему нет это все не по-настоящему в любом случае ну блин платформа я память почему у меня память хорошая я честное слово и память у меня хорошая у меня плохая память на две вещи это на название и на имена прям очень плохая и наверное я могу путать даты так хотя идут и уничтожать мои лесопилки в этот раз у них не получится да блин училась и отвлеклись то ну вот час один порушит все блин еле успел увести часть писярики да блин еле успел а а а а а а так еще больше ребят сюда ко мне более 79 года слушай мне ну олег на такие старые фильмы я не люблю рассмотреть они как-то слишком уж сняты по старому единственный фильм семидесятых восьмидесятых годов ну и единственная один из которой я могу смотреть удовольствием это руки я наверное миллион тысяч раз смотрел в руки еще готов и в миллион тысяч раз его посмотреть мы готовы нам тон 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 а это кино это руки это кино первое отлич супер вообще вторая хорошая третья ничего такая четвертая уже чувствовалась херня пятая слабая совсем шестая вообще прекрасная потом скридом тоже хорошо было какую игру же в старых делали ну не гта да пора уже ячей знать надо восстановить стену ну а не видишь они гады они не через стену идут давайте чуть-чуть укрепим нашу башню ага все кончился нужен камень так послание от сэра лонгарма мы захватили еще одно грабство и наши силы растут да ты загонал со своей блин церковью все честное слово тебе говорю за канал есть церковь пускай там молятся я не буду больше строить она денег стоит много я на твоем месте то после просмотра стальных дверей я бы себя забанил пермачу мне почти все у коинов нравятся и сериалы флэнаганы из коронов тебя забанил за такой совет спасибо за донат нет я тебя в чате могу забанить ты все равно в основном донатами пишешь а тут я задонатить не могу спасибо тебе большое за это я я посмотрю все в закладочках есть значит я посмотрю не обязательно не сегодня наверняка не сегодня и не завтра потому что нам тяжело смотреть фильмы да вот мы сейчас начали стражи галактики смотреть это затянется наверно на дня два пока макс спит только тогда а спит он где-то час-полтора и перед сном наверное сейчас мы можем посмотреть на перед сном и другое уже привыкли смотреть youtube тоже это где-то сейчас короче когда ты родитель это время так ограничено по крайней мере пока ребенок мелкий потому что ну он тебе не даст возможности не даст шанса вообще что-то посмотреть к сожалению мы привыкли бы контент потреблять он же еще стал такой знаешь ну станет пап 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 ну прям короче эмоциональную атаку устраивает не ну конечно и он тоже обижается по своему если на него внимания не обращаешь поэтому тут как бы фильмов сейчас очень мало смотрим не хватает warriors я не знаю какую игру от рукстара я от рукстаров знаю но естественно gta это макс пейн это манхант это боли короче самую классику больше ничего не знаю так стара нас люди кончились или только деньги человека 4 у нас есть вас получается народ сейчас нанимаю да тоже на самом деле легкая миссия посложнее чем предыдущая но легкая тут видишь тут самый хардкор конечно это когда тебе нужно что-то захватывать вообще вот я сейчас на фоне когда что-то делаю пап пап дерево не хватает если бы вот так он если он ко мне вот будучи еще вообще не разговорчивым нифига я ну то есть он выучил слова которые мы выгодны типа пойдем дай нет да что-то атак основа мычит если бы он ко мне подошел сказал пап не хватает нам не хватает дерева еще и лорд в конце добавил я бы тогда сказал то что уже хватит стронхолд играть я заканчиваю с этой игрой блин ноутбуку старый продать родительский я же металла короче ноутбук вообще постоял пылился говорю давай короче скидываем старый планшет скидываем старый ноут и просто берем новый планшет свеженький планшет ушел а ноутбук висит всего семеро всего семеро просто ну конечно он старый чисто только попечатать на чем там браузеры поселить не уходит заразу мне очень нравится как мне сегодня на авито о нем написали типа здравствуйте я очень заинтересовался вашим ноутбуком дальше я пишу здравствуйте я говорю отлично что интересует ингрид за 3 отдашь а стоит 7 думаю ни хрена ты заинтересовал гады блин я ненавижу что так торгуются вообще за 3 я посмеялся я хочу сразу без бесплатно нас атакуют войска кабана такие кадры вообще планшет сегодня парень приехал покупать вообще до попытался тысячу торговать и а я я бы не не торгуюсь я просто я же посмотрел на рынок а я тем более за 12 вообще его продавал я чуть понизил так цену это прям не с рынка в отличие от многих то я за я же уверен то что мой планшет по рукам не ходил ну типа был типа бау блин ну знаешь надо не то отталкиваться сюда от рынка типа был и зимой допустим планшет он стоил от 12 по низу и до 15 500 он доходил до 16 самые отбитые его продавали то я адекватно отношусь к вопросу то что типа это старенький айпадик всего-то там 18 года на 32 гига на нем только дома ютубчик смотреть и может быть книжки читать все благо он еще в этом году обновление получал в следующем году он перестанет получать обновление и все да и он будет превращаться в тыкву как мой старый планшет четвертый айпад который в том году скинул но он разбитый был а ноутбук полностью рабочий за 3 ты в принципе сейчас не купишь это будет очень такие дрова которые вот полчаса у тебя загружаться и полчаса потом ты будешь открывать средницу браузера надо всегда быть в рынке и не позволять тебя двигать с него просто ахеревших покупателей очень много как собственно эти реже в продавцов очень много и нужно вот между типа баланс держать баланс держишь вообще отлично все купится просто может быть не сразу дачах песни все будет но не сразу вот и не смотри не смотрите по сторонам оставайся таким как есть не торгуйся ты не хрена почему они не стреляют сар в таран почему они не стреляют в таран так эти уже обходят я просто не люблю когда какая-то вот такая лишняя вещь от я я почему технику не люблю продавать потому что я знаю что она устаревает это финальная битва была видимо финальная сейчас будет все это устаревает достаточно быстро неуклонно растутся кроме микроволновых и пылесосов я вот пылесос когда покупал который сейчас уже новый но вот старый остался с пор дома я упал за 4 просто самсунговский такой ну который с трубкой с этой катаешь да не беспроводной не вертикальный классический сейчас он стоит 10 вот просто участвует зайти он до сих пор это новая модель продаться 110 охренеть и от микроволновок микроволновки то же самое а мы затащили то есть та цена который отдавал за микроволновку лжи который вот у меня стояла сейчас тоже обновил она бы уж на стоит столько сколько моя новая сейчас которая что купил да но ну вот надо было уже обновить ну захотелось это на дачу уедет это капец и тоже микроволновки тоже нифига не дешевеют ну покажи мне отбитого зачем покупать там десятилетнюю микроволновку за там 67 тысяч если ты можешь купить за эти деньги нормальную новую но не лжи не samsung дады перстями еще они не ломаются что ли такие же обсосанные микроволновки будут ну как и все остальные но это сложный спор тут у машины можно вспомнить горшки с маслом оказались хорошим дополнением к арсеналу и ваше знание тактики вместе с новым оружием позволило отбросить многочисленные войска кабана вот так вот так это у нас какая миссия миссия 18 свинье конец по идее на быстро соседнем графстве люди доведены до отчаяния огромными налогами кабана и готовы начать восстание пришла пора отомстить за смерть лорда вулсака если вам удастся победить чаша весов склониться в нашу сторону вы должны захватить последнее графство кабана и осадить его крепко это та же самая миссия вам уже удалось ее взять но с тех пор замок был заново отстроен осадные башни да конечно херашни нам осадные понадобятся херашни та же самая миссия тот же самый замок блин ты чё делаешь игра вы должны захватить ты чё делаешь скачина ты тут улая куда пойдем мишка привет далеко идти ты смотри тут какой ров теперь огромный вырал короче ладно пацанчики вперед просто вперед давай будем пробовать здесь глубоко ваше указание ров мы все вымокнем что нам делать нас безобразное количество юнитов но это ерунда все можете рассчитывать куда пойдем не вы посмотри чтобы посмотрели нет не помню мишка чтобы посмотрели короче фильм платформа и на следующем стриме сказали вообще как впечатление ваше указание у меня ботинки промокли что нам делать где моя лопата можете рассчитывать здесь глубоко куда пойдем он прям сегодня вечером скачиваем и смотрим прям перед ой простите можете рассчитывал нет фильм не трешовый слезы глотать не придет не на смысле трешовый это фильм глубокий там не надо будет плакать то надо смотреть и охеревать короче вот ну вот прям 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 смысле будет смотреть и думать что вообще мать твою происходит сначала не будешь ничего понимать я короче скажу вот как бы предисловие о нем да какое-то здание непонятно кто им владеет непонятно что происходит но есть платформа теперь пойми сколько этажей сверху вниз на каждый план это на каждом этаже два человека абсолютно как бы не на не знающих друг друга и платформа спускается сверху вниз на ней еда то есть первый этаж есть сколько хочет у него изобилие еды и ниже 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 вот до самого конца пока еды вообще и а для нижних этажей получается и ви вообще не остается и так они сколько и по моему сидят две недели на одном этаже потом соответственно я платформы ну они как бы их вырубают и меняют этажами этих людей короче очень фильм пила ты знаешь фильм пила почти вся француза это про то когда надо уже узнать меру и остановиться что-то мне кажется я накосячил да если ну вот кисть учетом знакомое помню так и сутку и уже стопу времени давайте короче эту миссию пройдем на следующем стриме наверное и наверное языке ой прям вот так вот сразу вышел и наверное за финалем уже весь трон холд наверное подольше придется стрим провести возможно спасибо всем кто был осмотрел ужасающий так пока спасибо за рад да ужасающий я смотрел сейчас это же тут самый клоун да такой пришел это кстати неплохое кино ужасающий да 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 слушай есть его угорал это это классный фильм это реально классный фильм он но он своей какой-то вот этой вот атмосфере мне мне понравился прям серьезно ужасающий топчик я причем не одну часть смотрел явно придется посмотреть на то как тот страдает фильме эта платформа обязательно блин ужасающий да классный но такой прикольный вроде на фильм когда знаешь трэш на трэш хороший неоспоримый давай сейчас раз уж такая такие пироги пошли давай посмотрим неоспоримый паре и мы а не ну это файтинг да про юрию бойку я смотрел на одну или две части какие-то старые смотрел я не не особо люблю файтинге не и кикбоксер старый не нравится ну то есть вот это вот все не мое мне больше я люблю экшен я люблю там стрелялки какие-нибудь перестрелки да но вот файтинге не мое не мое мне больше игры файтинге нравится чем фильмы какие-то на фильмы новые они типичные сначала герой получает люлей или теряет какого-то близкого потом весь фильм готовится какому-то финальному бою потом побеждает то есть из файтингов только роки только роки потому что вот ну я не знаю потому что ну запал он мне короче в душу это только вот говорю первое там суперская и 6 получается ну и потом с кридом просто как драматической роли сталлоне но не более того давайте спасибо всем кто был до встречи воскресенье я постараюсь два стрима сделать я хочу да пройти эту и вы что-нибудь еще поиграть наверное в gta а там в следующей неделе будем уже смотреть спасибо всем кто был до встречи короче на следующем стриме всем пока пока